Друзья мои, с вами снова Дмитрий. Сегодня с вами опять юристическое видео по поводу того, как накопить деньги на какие-то цели. Вот перед вами три баночки я подобрал. Трехлитровая, 10-литровая и 20-литровая банка. Ну, как понимаете, я буду говорить о том, что нужно складывать монетки в баночки, и вы накопите на какие-то цели. Так вот, самое главное, в принципе, поставить цель и знать, сколько мы можем накопить в каком баллоне. Я недавно снимал видео, примерно год назад, называется «Копили-накопили». Я для всех номиналов делал расчет, сколько в литр вмещается монет. Допустим, 10 рублей, 5 рублей, рублевых, 2-рублевых, биметаллических монет и так далее. Сегодня повторим эту тему немножечко. Вот начнем мы с трехлитровой банки. Допустим, вы ставите цель накопить на мобильный телефон. Что получится? Какую банку вам нужно наполнить? Или вы ставите цель накопить деньги на отпуск, или ставите цель накопить деньги на подержанный автомобиль. В принципе, цель оправдывает средства, поэтому мы с вами делаем небольшой расчет. Предположим, мы с вами взяли цель накопить на телефон. Я вам сейчас скажу следующую информацию. Вот, допустим, мы сейчас берем с вами трехлитровый баллон. Я хочу копить 10-рублевые монеты. Я сюда сейчас всыплю немножко монеток 10-рублевых. Вот, смотрите, я всыпал тут монет 50, и это все только на дне. Как вы думаете, сколько помещается трехлитровый баллон 10-рублевых монет? Был расчет такой, что в трехлитровый баллон вмещается 2300-2500 монет. То есть, если вы накопите вот такую баночку монет 10-рублевых, то у вас получится 23-25 тысяч рублей. Нужно класть желтенькие 10-рублевки обычные. Так, а если вы будете, допустим, засыпать монетки в 10-рублевый баллон, сколько у вас получится денег? Ну, нетрудно догадаться, что если в литр вмещается примерно 8000 рублей 10-рублевыми монетами, то получается, что 80 тысяч. Вот вы и накопили на отпуск. А если вы захотели накопить на автомобиль, то вам нужно взять 20-литровый баллончик. Ну, у меня такой стеклянный красивый баллон. У вас наверняка будет баллон какой-нибудь пластиковый, 19-литровый, из-под воды. Вот накопите этот баллон 10-рублевыми монетами, и у вас получится примерно 150-160 тысяч рублей. Это как раз необходимо, чтобы купить небольшой, подержанный автомобиль. Вот такой расчет. Что же будет, если вы будете копить 5-10-рублевыми монетами? Ну, расчет следующий, что по объему примерно 10-рублевые монеты желтенькие равны примерно 5-рублевым монетам. Поэтому получается так, что в 3-литровый баллон, если вы будете попеременно класть десятки и пятерки, 5-рублевые монеты, вмещается уже не 2500 монет, а 2 трети от этого объема примерно. То есть, 1600 примерно рублей получается в 3-литровом баллоне. То есть, примерно 50 тысяч вы накопите в 10-литровом баллоне, и примерно около 110 тысяч накопите в баллоне 20-литровом. То есть, это совсем не очень хороший телефон, и совсем дохлый отпуск, если вы будете купить, копить 50-рублевые монеты, и совсем дохлая, убитая, подержанная машина. Вот такая информация для вас, копите. Кстати, видео, где я рассчитывал подробно для каждого номинала, сколько вмещается в литр, в 3-литра, я помещу внизу в ссылках. Всего хорошего, с вами был Дмитрий. Субтитры сделал DimaTorzok